Это кто вообще? Нормальные размеры такие хозы здесь. Только что бабуля сказала, не могу поверить, что кто-то уже приготовил мою коробку для кремации. Этот малыш вот только прооперирован. Видите, у него только-только написано была операция, ему нужно время просто проснуться. Хорошенькие. Это ретривер, да, Ясик? Смотрите, как радует! Смотрите, как радует! Смотрите, он в броне, ребят. Так, а здесь тоже, видите, еда. Ребята, всем привет! Мы сегодня с Ясей. Куда мы отправились? Мы отправились на выставку собак. Сейчас вам все покажем. Ход платный, наверное. Сейчас мы спросим 2 бакса. Так, выставка собак. Короче, самое счастливое здесь я. Хорошенькие. Это ретривер, да, Ясик? А это же Хаска. Это Хаска? Вон тут под столом. Ой, какие глаза у тебя. Ты сладкие. Ясик, Боже, для Тиксока. Я сегодня для Ютуба. Вот так вот мы с ней разделили обязанности. Всякие платочки, браслетики для них. Ясик нашла журнальчик с собачками, которым можно удочерить. Ммм, бабошатка, я. Что это такое? Это жвачки. Жвачки? Ну, как то, что они живут. Собаки? О, да. Сейчас встретили друзей, и они сказали, что были на похожих выставках в России. Конечно, там идет более масштабно. А здесь, ну, у нас ничего такого... Ничего у нас такого здесь особо не происходит. Вот такого масштаба выставка. Мы приехали уже, наверное, к закрытию. Выставка началась в 10 утра, а время 2 часа дня. То есть через час уже закроются, наверное, это те, кто здесь остались. Ребята, это лабрадудили. Да, это дудили? Классные. Красивые, пить хотят. Ой, это пузель, что ли, какой-то, да? А вон там, по-моему, лежит. Как крашеная. Точно крашеная. Да, этот с ракезом. Реально красавчик. А этот с розовыми ушами. Ой, господи, ее не видно. Это кто вообще? Это, это, вот... Вот нормальные размеры такие ходят здесь. Конь, это лошадь по сравнению с той и без... Это кто? Это как? Это что это? Что это? Что это? Что это? Офигеть! Ян, поэтому они здесь все такие собаки. Я смотрю, ходят и задыхают. Они здесь все гоняются. Ну давай, лови ее. Лови, лови, лови. Ха-ха-ха. Вот это выносливость у нее, да? Вот это выносливость. Чуть-чуть не поймала. Она уже все, она уже... Нет. Блин. Мне ее жалко. Ян, давай поймаем. Ян, давай поймаем. Ян, давай поймаем. Ну, мне жалко уже ее. Он это сделал. Там сказали... Последний круг сказали, да, и остановили. Вот мужик стоит с пультом. Сейчас я вот так вот увеличу. Вот он управлял, жал на какую-то штуку. Ну, конечно, пуса жалко. Ян, тебе не жалко его было, нет? Ни капельки? Это не надо. Бедный. Он потом это... Он домой придет и все, он не встанет. Скажи. Что это? Я облизала, поэтому она моя. Нет, я не хочу идти на улицу. Мысли. Прикольно. Такой вот на картинке, с такой бабочкой будет. Да, этот вообще какой-то смешной. Упитанный и с короткими лапками. Кто это? Я не знаю. Так, пойдемте еще на площадку выйдем, посмотрим. Сейчас у нас возникло желание еще с Яси доехать до приюта. Мы периодически катаемся туда, покупаем вкусняшки. Привет! Привет, друг! Покупаем вкусняшки в приюте. Ну, и просто иногда бывает там с ним сидим. Можно их выгуливать. Вот. Сейчас доедем. Ребят, я знаете еще что нашла? Я же фотограф. Я же... Я же... Ой! Ой! Там этот, короче, ретривер искупался. Сейчас я вам покажу. Сначала покажу дерево. Смотрите, какое классное дерево. Баобаб. Так, здесь выгуливают собачек. А вот этот вот прям вот в луже. Искупался. Мокрый. Бегают все счастливые. Жарко. Я вообще не представляю, как они летом здесь выживают. Этот паильничек для них. Кто к нам пришел? Кто такой пришел к нам? Сам такой подлез. Встал. Это супермен. Да. Яся, что нашла? Видите, вы выгравены и имена. Как правильно? Выгравены... Тьфу. Выгравены имена. Молли. Шеф. Яся, расскажи, что это? Да. О том, что в обычных парках так делаются с именами людей. Но в докторах, видимо, имена собак. Да. Это память. Здесь можно заказать, к примеру, какую-то лавочку вот на океане, да, там с, допустим, погибшим, умершим родственником. И будет гравировка имени, и люди могут туда приходить, отдыхать, садиться, любоваться природой. Где-то мы были, я не помню, даже город. Не помню город, просто мы здесь много путешествовали и видели такие, ну да, в парках, где людей. Я думала, живая, где имена людей пишут. Покажем еще одно местечко, куда мы любим приезжать периодически. Это шелтер. Приют для собак. Пойдемте вместе с нами. Субтитры делал DimaTorzok Здесь будет保 Lots of색. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok То есть есть еще отдельные комнатки, куда их выводят Сейчас все покажем Так, давай еще немножко покажем комнаты здесь И потом уже к ним зайдем Ладно, к Бобикам Так, вот, ребята, если вы надумаете Здесь усыновить и удочерить ребенка Ну, имеется в виду собаку Там вот есть комнаты для выгула А здесь вот вам принесут, оформят все документы Вот женщина уже, видать, в ожидании Вот такие, видите, маленькие комнатки Сейчас покажу зал И пойдем уже к собачкам Как у них чисто всегда Очень, никакого запаха есть И скажи, вообще просто кайф Обычно вот в моем понятии он дрыхнет Вообще просто дрыхнет Говорят, вот в Америке много бомжей Почему вот для животных Здесь такие супер условия А? Скажи? Вообще просто Они как в раю Кормят, убирают Чистенько Игрушки у них Тут вот кролика можно взять А этот с тобой разговаривает, Лесик Ну, вот посмотрите Нормально комната для кота Комната для кота Только не плакать Мы первый раз плакали, да, наверное Уже потом как-то проще стало, легче То есть вот они эти комнатки, да Там выгул Здесь вы можете позвать Собачку вам выведут И вы с ней проведете время Ну и давайте приступаем Тут прохладненько немножко Потому что у нас животинки же с шерстью Ой, такое же на меня смотрят И самое классное Здесь очень часто Какие-то детские рисунки Вот у них здесь написаны имена Какие-то иногда истории собак Здесь он в броне, ребят Так, а здесь тоже Вот видите, еда Всякие плюшечки Тоже можно что-то взять Ты лобстера не перекорми, Яся А то лобстер тут такого размера Ой, этому сделали, наверное, операцию, да Что-то ему там это Ой, здесь какой-то Ой, я ссори Вот этот хорошенький щеночек Ой, а ты какой красивый Этот малыш вот только прооперирован Видите, у него только-только написано Была операция, ему нужно время просто проснуться Короче, он еще это На обезболивающих Здесь таких несколько помещений Видите, там еще один зал В точности такой же сходим И здесь еще один зал То есть вот так вот выглядят приюты для собак С той стороны можно, кстати, посмотреть Вообще у них такие апартаменты, как двухкомнатные Давайте вам покажу То есть видите, там переход С той стороны У них как бы есть место, где можно погулять Сейчас, одну секундочку Вот, это у него здесь кухня Вот, обратите внимание, кухня Посмотрите, ребята, как чисто Как чисто, как за ними ухаживают У них есть волонтеры Они все ко мне сюда пришли, ребятки Вот, кстати, за ними ухаживают Видите, их моют, водички им наливают Вот, в общем, двухкомнатные апартаменты Кухня и гостиная One bedroom Там еще один такой же зал Сейчас входим и туда Короче, для меня Вот, я раньше даже не знала, как выглядят приюты животных И первый раз, когда мы сюда приехали Мы были просто в диком восторге От того, что такой есть уход за ними Здесь очень часто детские рисунки Очень часто написано там Удочерите меня Или возьмите меня на слеповер Можно животное взять на слеповер На домашнюю ночевку Ну, естественно, после ночевки Вы уже привыкаете к собаке Можно просто ее выгулять То есть оформляете также документы И можете просто на день выйти куда-нибудь И... То есть тем самым Вы привязываетесь к питомцу И желание у вас возникает еще больше Его себе оставить А вот такой классный маркетинговый ход Вот И, конечно, мы читали еще новости Про то, что они в приютах живут не так долго Кто-то... Я не помню, кто-то мне бросал такую информацию Я читала, что Какой-то определенный промежуток времени Они могут находиться в приюте Но если никто не забирает То потом собаку типа утилизируют Но, скорее всего, это не так То есть я не хочу в это верить Скорее всего, это не так То есть надо это все уточнять Маловероятно Здесь такая любовь к животным Но как вот можно ее... Как можно ее утилизировать? Конечно, ее куда-то отдают Отдадут Даже работники... Работники даже сами себе заберут То есть... Ну вот... Ну вот как-то так А, у него есть шкурс Есть с нами, да? А он тебе приглянулся, да? Есть, ты опять от него не отходишь Вот как можно выбрать свою собаку? Вот как? Вот из всех вот ты сейчас прошла целый ряд Но ты у него торчишь 15 минут Яся, Ваффлс, почему? Чем тебя Ваффлс зацепил? Вон Поке-Поке сейчас вон пенсионера заберут Поке Девочка и девочка и два котика Они все, конечно, очень ждут Что за ними кто-то придет Чачу Забрали? А, все его уже А, все Ну да, он и дочерен Посмотрите Чачу забрали Чачу Чачу, домой поедешь На диван поедешь Бэлла, самый милый характер у нее Милец Своей семьей Они переехали Меня забрал меня с собой Может, все в порядке Они заперли меня в гараже На дольшее время Офигеть Мне бы хотелось бы свою удобную кровать Чтобы спать в ней В доме С любящей семье Меня зовут Бэлла И я 83 пункта любви Я знаю, я не маленькая собачка Которую ты можешь взять свои сумочки Или толкать на колясочки Но я очень слабая девочка Которая очень сильно хочет свой дом Я не реву, посмотрите, что они делают Я туда по своему возрасту обману тебя Я очень много веселюсь И у меня очень много энергии И очень много детей Приходят сюда на summer camp И я... Ай, какая банка Да Я очень слабая девочка Играя в печь И... Блин, вот как можно такие слезливые истории писать, а? Ну, посмотрите, что делать Ну, просто 83 паунды любви Вот Беллочка Кому нужна Беллочка? Белла Ребят, вот кто посмотрит Да, давайте мы еще в ТикТок выложим Кто посмотрит Может быть Может быть Именно вы ищите себе Сегодня друга И вообще не только на сегодня А может быть Именно вы Заберете себе Беллочку А это Джон Сена Какой красивый тоже Ой, какой ты классный И не слабкая моська Красавец Красавица-девочка Ей 13 недель И она уже, да, имеет Имеет уже Будущего хозяина Да? Ты красивая Молоденькая Ну и на хвостике такая у тебя кисточка Хорошенькая Так, а это кто? Бруно Бруно, ребята Это Бруно Тоже такой маленький бутусик толстенький А это Комбо Хай, Комбо Хай, Комбо Сейчас мы тебя тоже покормим Комбо Они все доброжелательные Все хорошие Никто здесь вот Никто из них не кусается Сколько раз мы сюда приезжали Я себе говорю Давай хоть как-нибудь на выходные Заберем хоть кого-нибудь А я наруга Идем в следующий отдел Что-то здесь очень громко А кто тут так хулиганит? Ой Ой Мальчики, а что случилось? Мы поняли Их выводят на прогулку Видите, как они радуются? Ой, вы ее это что-то с челюстью Смотрите, как радуются Смотрите, как радуются К нему тоже кто-то зашел У этого Осло Табличка такая Тоже у него была операция И он пока, к сожалению Не может пойти гулять Но с ним все в порядке Все равно вы можете его удочерить Шли в четвертый зал Пенсионеры тоже здесь А я хочу посмотреть что-нибудь Вот у них какие-то тут игрушки есть Здесь игрушки Ребят, кстати, у них очень много спонсоров Мы сейчас посмотрели на экране Было написано То есть тут очень много компаний Спонсируют вот эти приюты Ой, какой Ой, какой Яся Это вообще Это кто? Болдер? Ой, какой Огромный Еле идет Вообще жирненький Старенький Нет, сколько ему Так, мальчик Пятилетка Ага Яся говорит Все это Мой отдел Похоже Ей нравятся Вот такие большие Здоровые собаки Мне нравятся френчики Но здесь мы никогда Никогда не встречали френчиков Никогда Они всегда примерно похожи Ой, давайте посмотрим Ой, это кто? Это кто? А вот здесь малыши С этой стороны К ним туда особо Вот так вот не пускают Ой, ты господи Это кто? Мопсик? Мопсик Вовнутрь не пускают Вовнутрь Вовнутрь только стаб Заходят То есть Сотрудники Работники Либо просто Надо оформлять заявку И они это все Сделают Помогут Выпустить собаку Чтобы с ним погуляли Либо на ночевку Оформят Либо оформят Со всем Тут дальше уже пусто Чисто и пусто А мы посмотрим Все, что изнутри Нам будет интересно Вот это вот все Видите Вот какой корм Им привозят Вот Такой вот корм Корма много Игрушек много Все у них Здесь чистенько Вот так вот В общем Если вы в следующей жизни Мне точно бы сказать Сказали, что я буду С собакой Я бы выбрала Жить Приняете Во Флориде Не, ну конечно Хозяевами лучше Но здесь тоже все хорошо Читикой слегкий Кто же тебя оставила Мопсичка Мопсичку Видите Кто-то снимает Кстати Ребята Еще хочу сказать Что у них Ведется Очень классный Аккаунт В тик токе Я не знаю Есть ли в инстаграм Но в тик токе Тоже точно я вижу И они историю Про каждую собаку Выкладывают Они включают Вот это Такую драматичную Плачебную Музыку И просто невозможно Удержаться Огромное количество Просмотров И они пишут Вот эти истории То есть И через социальные сети Их тоже можно Вот так вот удочерить Установить В общем Молодцы Молодцы Так, вообще Судя по всему Здесь 4 комнаты Но мы всегда ходили Только в 3 И я секрет Да, есть еще одна комната Где можно ходить Только вот Составом Вот сотрудник Кстати Парень Сладкие хвостики Ребят Если у вас есть У вас возможность Удочерить Усыновить Вот этот волшебный хвостик Хоть один Сделайте это обязательно Все Папа сказал Без собаки Чтобы с собакой Домой не приходили Но он не сказал Про кошку Ничего не сказал Про кошку Мы привезем Без собаку И за хвостик Кролика Вот Вы же пришли Обнимаются Смотрите Вот все В общем Классные такие приюты Для животных В Америке Пишите Если В вашем штате В вашем городе Есть что-то подобное Очень интересно Будет посмотреть Делитесь Вашим видео Ну и конечно Смотрите нас Да, Ясик? Ставьте лайки Подписывайтесь На наш канал И Если у вас будет возможность Собирайте собаку С приют Кошка Кошка там, да? Кого-то забрали В коробочке Да Три бабушки Да Киску Киску Возможно В общем Вот такие у нас Приюты тут Только что бабуля сказала Не могу поверить Что кто-то уже Приготовил мою Коробку Для кремации У нее Она вслежит В багажнике Реально Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok